Вооруженные силы Украины вполне возможно впервые применили ракеты атакам с прошлой ночью. Окупанты сообщают, что были атакованы аэродромы в оккупированных Луганске и Бердянске. Россияне говорят, что у них большие потери в технике, в частности, что ВСУ разбомбили стоянки вертолетов, на которых находились К-52, Ми-24 и Ми-8. На этом спутниковом снимке аэропорт в Бердянске за 15 число. На нем отчетливо видно 26 вертолетов, а может быть и больше. Предполагается, что как минимум половина этого авиапарка полностью сгорела. Окупанты не ожидали удара и техника здесь находилась свободно, ее прикрывал только панцирь, который также сгорел. А это спутник НАСА сегодня зафиксировал три больших пожара на аэродроме в Бердянске, что показывает место прилетов по базе, и их было по меньшей мере три, судя по тому, что мы видим. Можно сопоставить с расположением техники на прошлых снимках и прикинуть точное количество российских потерь. Известно, что склад авиационных боеприпасов в Бердянске детонировал около часа. По имеющимся данным оккупантов, ВСУ сожгли 10 вертолетов, большая часть из которых полностью сгорела. Сгорела также зенитная установка «Панцирь С-2», которая находилась на аэродроме в Бердянске. Все военкоры в шоке, и называют сегодняшний день одним из самых черных для них с самого начала вторжения. Есть информация, что кроме авиации, РФ потеряла и пилотов, но эти потери уточняются. В общем, ракеты Атакамс это бомба и жалко, что у них не такая большая дальность, как хотелось бы. К примеру, ракета МГМ-140, о которыми предположительно били по аэродрому в Бердянске, имеет дальность всего 165 километров. Тем не менее, это поможет пожечь российские вертолеты, из-за чего они не смогут их применять так активно. Это кадр кассетного элемента ракеты Атакамс, найденный в Бердянске. Это автоматически подтверждает как применение Атакамс в принципе, так и указывает, что были использованы именно ракеты Блок-1 на 165 километров дальности. Так что на оккупированных территориях для противника теперь затруднено размещение боевой авиации. Надеюсь, что в нашем арсенале Атакамс есть и другие ракеты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.